вы рассказываете о ком-то да вот об этом персонаже но вы вы который рассказывает о персонаже он вовлекается то есть вы видите как персонаж вовлекается а вы смотрите смотрю смотрите когда я думаю когда я собираюсь идти я не увлекаюсь это еще один персонаж про которого вы рассказываете я не увлекаясь поначалу но вот эта игра она затягивает я потом увлекать я думаю кто думает кто смотрите вы это же все равно комментарии то есть вы все время комментируете деятельность какого-то персонажа это вы нет конечно зачем вы и комментируете след не вы но срабатывает и все для кого не получается кому хотелось бы персонажу сейчас хочется это рассказывать чтобы это было ну как бы значимо типа когда есть персонаж и когда вы о нем рассказываете это как бы вот это дело важно тогда оба ножа ну вы же сами знаете что это неважно что это персона а для чего тогда вся эта игра не будет растождествления кого вы собрались растождествлять персонажа его же нету это персонаж которого вы придумали который там растождествляется играет в игру сейчас делает такой вот очень умный вид вы же еще персонажа изображаете да конечно игра а сейчас я умнею поумнели а кто вы можете поумнеть вы можете поумнеть а не поумнеть нет все есть как есть все есть как есть или нет кто кто ищет ответ кто ищет ответ вы так рассуждаете как будто вы бессмертные и вам вот этой глиматей есть время заниматься так и есть но мы же не бессмертные у вас дни сочтены почему вы не думаете нет нет это вы как будто бессмертные надо играть в такую игру сыграть нет серьезно сыграть сейчас сейчас так у кого-то вопрос по этой теме сейчас заметили что-то у вас началось там какие-то все можем расходиться не бойтесь скажите чего непонятно хорошо ну тогда свой какой-нибудь вопрос а для чего пришли а кто задает вопрос кто сейчас сказал ты это сказал если я скажу что я это сказал а кто это самое я ну вот тот же персонаж что и у нее да женщина говорит я играю в эту игру просто да и ты сейчас начал играть типа в того который может задать вопрос или не может задать вопрос и просуждать про этого ну это та же самая игра да давайте а давайте сейчас давайте давай давай Задавайте, задавайте. Когда я отразила себе очень красивую эмоцию, как-то даже неприятную, посмотрите, мне было страшно. И чувство страха называлось... Смотрите, сейчас сразу же. Страх — это эмоция. Надо было смотреть не в ту эмоцию, а в чувство страха. Это главней. Но, тем не менее, в первую очередь я его чувствовала. Нет, вы начали разговаривать с персонажем. Смотрите, вот в этой технике, а это очень сейчас тонкий и важный момент, надо ловить и смотреть в живое чувство. Живым чувством стало чувство страха. То чувство, в которое вы смотрели, оно уже бесполезно. Живое чувство — это чувство страха. Вам сразу надо было переключиться на чувство страха. Это подсказка. Потому что некоторые эту технику неправильно делают. Они вот придумывают вот это чувство и пытаются его придуманным умом рассмотреть. Но при этом сами видят, что начинают лукавить или начинают бояться. Поэтому главней — живое чувство в настоящем моменте, а не то, которое... Если вы можете оживить то чувство и сделать живым, тогда оно рабочее. Если его перекрыл страх, дальше рабочим становится чувство страха. Оно главней. Всё, оно то чувство вытеснило. Вам нужно смотреть в страх. Почему нет? Вам нужно в страх? Почему нет? Это если вы вечно живёте. А вы не вечно живёте. У вас только это мгновение есть всегда. Вы можете смотреть только в живое чувство. Хорошо. А тогда что делать? Прекратить? Если получилось, чувство страх. Возьми. Прекратить это? Я же сказал, смотрите в чувство страха. Смотрите в чувство. Смотрите. Это самое лучшее. Самое лучшее чувство, самое сильное. А если оно совсем сильно поглотит? То есть, если ты не будешь ни о чём, то он не попадает в страх. Так, первое. Не думайте. Важным моментом является просто смотреть. Если у вас появляется думание, посмотрите, значит, появилось другое чувство, которое запускает думание. Думание появляется из чувства. Значит, уже страх не главное чувство, а то, что начало думать о страхе. Ну, типа, я умру. Ну, это опять чувство страха. Значит, снова к страху возвращаетесь. То есть, я умру. Ты думала, когда тебе было страшно, я умру? Ну, или как выглядело чувство страха? Что значит чувство страха? У тебя взорвётся мозг, у тебя становится сердце. Паника. Давай сейчас прямо сделаем. Паника. Это как она вот, как чувство в тебе? Что это такое? Тебя трясёт? Хочется бежать туда. Всё, беги. Ну, а если ты понимаешь... Нет, ты, если хочется бежать, встал и бежишь. Бежишь и смотришь в чувства. Паника. Это паника, когда ты бежишь? Ты видишь, это просто движение тела. Значит, это не то. Ты перепутала. Паника – это не бег. Я говорю, здесь, во всех этих историях, очень важным моментом, чтобы вас ум не обманул. Он вас обманет. Он хитрее вас. Поэтому вы должны исследовать. Возникло сильное чувство. Это очень удачный момент. Потому что многие люди не умеют сильные чувства переживать. Или переживать тогда, когда их ум уже водит по хороводам. Если у тебя есть сильное чувство, всё, вот паника. Видишь, бег – это не паника. Тогда как паника выглядит, как чувство? Входи в него, смотри, что, что. Взорвётся сердце, остановится ум. Все скажут, какая ты дура. Что? Витя, а чего ж ты боишься? Ты ж даже не можешь это сделать. Его нету. Чувство страха есть только, когда у тебя есть слово паника. А к слову паники ещё что-то там приделывается. Чёрные демоны. А его же нету. Видишь, его нету. А как же у тебя паника? Смотри в неё внимательно. Что? Дыхание, спазмы, что? Что? Всё. Учащай сердцебиение. Давай, сделай, что по-новому. Поделай. Поделай. Пусть, скажи, сердце бейся изо всех сил. Я согласна умереть. Умирай. Не уходи. Всё. Всё. Или у тебя ещё где-то что-то запрятано, просто ты никак не можешь... Не могу идти. Ищи. Поняли, что надо делать? Да, я сам. Ищи. Не давай комментариев. Вот ключевой момент... Когда чувства справа накатывали, вот все чувства... Вот заходят... Всё. Не все. Это комментарии. Заходи в него и смотри, как это выглядит. Что? У тебя разорвётся грудь, взорвётся мозг, демоны вылезут и тебя проглотят. Пусть вылазят. Говорит, зови их. Вылазьте. Проглатывайте. Сердце бейся, разрывайся. Беги. Можешь поорать. Ты же одна будешь. Поори в ужасе. Видишь, ничего не происходит. А если действия не можно делать? А? Действия делать. Это вы про что? Ну, допустим, чувства уже приходят, а можно делать действия через себя. А чувства сколдят изнутри. Чувства важнее. Действия отложили, в чувства зашли. Увидели, что ничего, делайте действия дальше. Действительно, страх, он сковывает и не даёт делать действия. Но он их не даёт только тогда, когда у вас появляется мыслительный процесс. Если вы мысль не пускаете, а начинаете разворачиваться в страх, бескомпромиссно. Как будто это действительно последний мгновительный процесс. Так и есть. Я же говорю, вы не бессмертны. Вы не знаете. Помните Воланта? Вы не знаете. Смерть может с вами случиться внезапно. Прямо сейчас у вас может остановиться сердце. Так подготовьтесь к этому. Будьте. Момент Амора. Помните. Помни о смерти. Ну, принцип самурайской жизни. Вы должны быть готовы. Как будто вы умерете. Поэтому эту практику надо сделать полностью. Прямо зайти в самое чёрное состояние. Ну-ка, давай, зачерни меня. Так, а его и нет. Вот. Это вот как только до вас дойдёт, что вы это просто придумали. Картинки опять же. Картинки. Это контекст. Есть картинка. Есть картинка. Всё, не болтай. Просто в картинке смотри. И рассматриваю. Одну картинку, другую картинку, третью картинку. Паническую атаку. Знаете, есть люди такие, у них панические атаки. Всё, пускай атакует. Что, задёргался? Подёргайся в панической атаке. Поори. Что? Отписывайся, в конце концов. Не получится. Но это я так вам. Потому что иногда у некоторых расслабляются эти... Ну, попробуй расслабиться полностью. Ничего вы сделать не можете. Так а чего вы дёргаетесь тогда? Тогда вы берёте и начинаете практику, связанную, ну, которую мы будем делать дальше на практике. Так, давайте поболтаем. Давайте про демон. Но, кстати, я хочу узнать. Посмотрите, вы говорите, ничего нет. Ну, говорите, я вижу, ничего нет. Нет, это она сказала, ничего нет. Нет, ладно, я... Ну, когда ты один сделаешься, допустим, и тебя... А сейчас ты с кем? Ты всегда одна. Мы в твоём воображении. Я придуманный персонаж, и все они точно такие же придуманные персонажи. Да, вот это вот уже похуже. Как же я одна. Замуж вышла, нет ещё? Да, это же горе такое. Нет, надо скорее жениха, пока не умерла, найти. Ну да, и тогда поиграйся, вот вы по всей этой игре. Давайте про демонов. Давайте. Ну, смотрите, ничего нет. А как же люди рассказывают про всяких ангелов? Ну, и вы тоже рассказываете. Это же тоже картинки вашего воображения. Молодец, это просто картинки, которые рассказывают. Ну, ладно, что ты учу за им, да, тогда звучу за им, я вообще не понимаю. Я не понимаю. А зачем рассказывают про всяких ангелов? Ну, поболтать, а поговорить. Ну, согласна, да. И люди рассказывают, которые... Это тоже они рассказывают про своё воображение. Своё. А кроме ума ничего нету. Всё есть ум и его представление и воображение. Ну, то есть, смотрите, давайте ответим. Вот я умираю. Если у меня сейчас нет картинок, умеет. Если бы до кабы, в носу росли грибы. Давайте, умираете вы сейчас? Хорошо, давайте. Вы сейчас... Если я вижу картинки. Не если. Я вижу картинки. Давайте. Я вижу всё как картинки. Да, вот это картинки. Я всё вижу, я вообще всё вижу как картинки. Всё картинки. Всё. Вы видите картинки, вы смотрящие картинки. Это ваше такое хобби и предназначение. Да, это картинка какой-то. И даже... Да, вы видите картинок. И что? И вот сидит картинка девушка, сидит картинка я, сидит картинка демон. Да, вон он сзади. Демон. Вот я вам могу подойти и пендаль дать, а демон не может. А почему демон страшный, а я не страшный? Мне не о страхе я говорю, я просто вот об этих словах, которые люди говорят. Они их визуализируют? Они визуализировали? Все, все. Есть результат коллективной визуализации. Не коллектив, вашей. Я коллектив, я, я. Да, вы придумали коллектив, который вам помогает визуализировать то, что вы визуализируете. То есть все это навизуализировано? Да. Если я в чьей-то визуализации не участвую? Не в чьей-то, вот вы сейчас визуализируете вот то, что сейчас есть. С этим какая проблема у вас? Не надо ничего придумать. Все? Все. Давайте только то, что нехорошо. Если вы визуализатор, и у вас визуализировано что-то, Причем, что вы тут навизуализировали, ни она, ни я, никто никогда не узнает. Это ее удурь. Может, у меня сейчас рога такие, и она считает, что это нормально. Ну, видение у тебя там такое. Да, я сейчас был в кафе, расплатился, и мне сдали сдачу 666. И сказали, это вы. С 1000 рублей. Давайте о том, что живое. Не надо разговаривать о разговорах, которые кто-то там разговаривает. Только о живом. У вас сейчас уникальная возможность самим с собой, при помощи вот этого персонажа, поговорить о самом важном. Зачем вести разговоры о каких-то демонах? Если они сейчас вас атакуют, давайте поговорим. Не атакуют, все. Как можно вам эти разговоры с собой? Просто честно смотри в то чувство, которое у тебя возникает. Не комментируй, а просто посмотри, что сейчас тебе хочется. У тебя есть какое-нибудь сейчас желание? Которое, момент, которое не тревожит. Если это желание, которое тебя тревожит, избежать тревожности, давай про него поговорим. Посмотри в тревожности. Если она есть, потревожься точно так же, как со страхом. Потревожься. Что значит потревожиться? Потревожься. Что такое? Сердцебиение опять. Ну, побейся. Ну, пусть побьется. Скажи, сердце бейся сильней. Убейся. Видишь, не можешь ты его никак. Ты не контролируешь этот процесс. Ну, она побилась. Когда ты будешь уговорить бейся, оно перестает. Видите, какой это ключ. Как только вы внимание на что-то направите, там все страхи сразу растворяются. Потому что смотрите не вы, вами смотрит Бог. Вот ваше смотрение сейчас на меня смотрит Бог. И вы этим смотрением можете посмотреть на любой свой страх. Но это сделаете не вы, потому что, если бы вы знали, как вы смотрите и из какого места, тогда бы это делали вы. Но это делать будете не вы. А кто это тогда сейчас меня слушает? Это ты слушаешь меня? Ты кто? Кто ты? Ну, значит, а как ты слушаешь? Ты как-то там барабанными перепонками управляешь? Мыслями как-то управляешь? Нет. Значит, это не ты меня не слушаешь. С уханием не слушаешь. Это просто уши слушают. Это просто не роков, так сейчас обрабатывает какие-то... Ты в этом не участвуешь. Так а ты кто? Без если я не кто-то. Без если ты кто? Куда смотреть? Не знаю, как ты спрашиваешь. Видишь, некуда смотреть. А оно и есть. Оно сейчас смотрит. Какой источник самый первый мысль? Посмотри. Куда смотреть? Где источник? Я говорю, если бы кто-нибудь когда-нибудь этот источник нашел, это ключ безграничному могуществу. Вы можете создавать мысли. Ни одна мысль не существует без того, чтобы в ней не было какого-то образа. То есть это значит, вы становитесь творцом. Так вот, вы творец, сотворите первую мысль. Не можете, видите, первую мысль. Или можете. Надо поизучать. Я говорю, во всех этих историях, вот что делает персонаж, он забалтывает это дело. Моментально одно, другое, друг образы, и все умерло. Вы представляете, если бы было бы так, если бы было бы так, а он бы нашел патроны, а он бы сожрал макароны. Если бы дедушка был бабушкой. И вот такая дребедень у вас в голове. И еще и она вам говорит ужас. То есть мысль... Кто думает мысль? Саму не может думаться. Должен быть кто-то. Посмотри, наблюдатель это оно. Видишь, наблюдатель, ты себя так раз вырыгнул. И такая блевотина. Но блюдатель. Это то, что ты наблюдаешь. Назвав его наблюдателем. Значит, это объект наблюдения. Значит, это не он. Дальше можно еще хуже. Создатель. Он на небе сидит. С бородой. Ну это чушь. Это вы городите точно такую же картинку, как и вот окружающую здесь. Вы думаете, перед вами человек сидит? Ну вот посмотрите, на нее или на меня. Что вы видите? Ну, это хорошо, если не врете. Ну, это хорошо, если не врете. Себя я вижу. Ну, в общем-то, да. Ну, для остальных объясняю. Вы видите свою способность меня видеть. Вы просто видите свою способность. Видеть тех чувств, которые со мной связаны. Там чувства мужчинности, чувства придурковатости, чувства там... Да, да, это вы просто видите свои чувства. Поэтому вы себя и видите. Ты меня видишь в своих чувствах. Ты меня видишь в своих чувствах. Это разные персонажи. Но все они... Это... Из одного места. Это ты. Да. Да, все из одного. Из одного места. И оно из одного будет, если ты это сделаешь не как вот создатель мыслей, или как это... А вот тот, кто видит из тебя. Вот если ты это... Но ты этого сделать не можешь. Но ты это делаешь. И ты это делаешь, и ты это делаешь. Но делайте вы не из какого-то своего отдельного места. Потому что если вы это отдельное место придумываете, это не оно. Это вот тот же создатель, наблюдатель. Это место, оно одно у всех, потому что оно нигде. Если бы оно было где-то, были бы ребята, которые бы нашли это где-то. Собственно, я их спросить не могу по-другому. Давай. Вы говорили, что если человек наблюдается, он воспринимает страхи и смотрит, они пропадают. Но он все равно остается в ходе, наблюдает. И не то, что это конкретно. Да, поэтому здесь вот для чего с практикой делать. Ты высматриваешь все свои страхи, страхи тебя больше не отвлекают, но теперь ты смотришь только в наблюдателя. А смотреть ты туда не можешь, тогда куда ты смотришь и что ты делаешь. А делать ты ничего не можешь, и нет того, кто делает, а все есть. Вот тут вот уже подсказка. Все есть. Я — это твое есть. Зеркало — это твое есть. Стена, дом, Самара, Россия — это твое есть. Ты заметил, кто ты? Что ты не персонаж, который сейчас в теле сидит, потому что твой персонаж в теле — это точно такой же персонаж, как зеркало, как я. Это один из наблюдаемых объектов. Ты наблюдатель и зеркало, и России, и Бога, и смерти, и свое тело, и свой мозг, и свой ум. Это все персонажи наблюдения. А ты наблюдатель, который является всем этим сразу. Не какой-то отдельный наблюдатель, который сидит в теле, думает мозгом, является каким-то чувством, потому что ты можешь все это исследовать. Ты можешь зайти в любое чувство и увидеть, там никого нет. Ты можешь зайти в мысль и посмотреть, никто ее не думает. Но ты и мысль, и чувство, и чувство стекла, и чувство пола, и чувство Вселенной, и чувство времени, и чувство пространства, и чувство Кулдина — это все твои чувства. Но в каждом чувстве нет ни Кулдина, ни зеркала, ни тебя, ни твоего тела, ни твоих клеток. Потому что как только ты в слово посмотришь, там ничего нет. Я говорю, если было в начало хоть чего-нибудь, ты стал бы великим демиургом бытия. Ну, то есть таким злобным демиургом. Потому что ты мог бы себе денег создать, всех тут построить, повезти, куда угодно Вселенную переделывать. И в тебе сидит такой дурной демиург, который хочет это научиться как-то делать. Но его нет. И поэтому у него горе-горе. И он говорит, все, Бога нету, никого нету, все козлы. И понеслась. Знаете, бесы Достоевского. Нигилизм, социализм, Искусственный интеллект. Да. У меня было так, однажды, что была я, но не было безъявных. Не было ничего. И вот это, другая концепция, которая, что я есть все, у меня совершенно с этим. В толстых градусов противоположных. Потому что так было, что была я без меня. Сейчас ты там? То, что было, это рассказ ничем не лучше, чем вот девушка рассказывала. Оно сравнивается постоянно. Потому что это ничего не было, вообще ничего. Сейчас ты ничего? Сейчас. Когда ничего не было? Помнишь, там ничего не было? Ни времени, ни пространства. А это значит, это было сейчас. Ты сейчас в этом? Сейчас, как сейчас. Все, значит, этого не было. Оно есть только, когда оно есть. Все, что тебе память рассказывает, это дурь полная. Это ум тебя обманывает. Подсказка только одна. И она ложная. Но в ней есть намек. Если с тобой это случится, больше не выходи из этого. Не комментируй. Никак не определись. И не бойся. Потому что тебя страх выкидывает оттуда. И поэтому сейчас ты не в этом. А у тебя осталось воспоминание. А толку от этого воспоминания вообще никакого. Потому что ей воспользоваться нельзя. Вот все начинается. Куда вы собрались возвращаться? Ну это состояние. А где оно? Ну ты, может, его нет. Все. Ну и не парьтесь. Плюньте и забудьте. Теперь знайте. Никогда вы никуда не вернетесь. Это состояние. Нет. Это все дурь. Это состояние. Оно прямо вот сейчас. И здесь вы из него все смотрите. Вам просто нужно вот так вот выдохнуть и сказать, фу, наконец-то приехали. Нет этого состояния, кроме как только здесь. Только здесь это состояние. Сейчас. Я для этого сейчас к вам и приехал. Чтоб вы вот эту дурь, когда у вас было несостояние, или еще что-то выбросили. И вот сейчас его... А что сейчас? Сейчас. Потому что есть и все. Вот и все. Ты уже есть. Вот и... Ты догнал, что я тебе про то, что ты есть и зеркало, и я... Ну не умом. Ты просто есть сейчас. Ничего доделывать, переделывать, просветлять, добавлять. Ничего ты не можешь сделать, и никто не может сделать. Ты просто спишь. В образе юноши, женщины, ищущего просветления, утратищего просветления. Это все дурные сны ваши. Есть всегда новое. Оно никогда не повторяется. Оно всегда в настоящем моменте. Его нельзя ни потерять, ни найти. Оно сейчас вами меня слушает. И мной говорит. Вами же. Вы слышите только себя. Вы не слышите того, что я говорю. Вы слышите свою способность слышать. И ни из нее никуда не выскочите. Ты все время одна. Слышишь свою... Ну просто ты так хитро выпендриваешься. Типа ты себе не доверяешь. Поэтому я в интернете нашла Кудина. Он сюда типа приехал. И пусть вот он что-нибудь поболтает. Вдруг я что-то там допру. Но ты не меня слышишь. Ты себя слышишь. Давай. То есть есть состояние. Оно не было, оно не будет. Оно только есть сейчас. И его нельзя не улучшить, не ухудшить. Получается, состояние есть. И оно не меняется. И оно само тоже не изменяет. И оно сейчас разговаривает тобой. То есть ты сейчас был в состоянии разговаривания о состоянии. Это был настоящий момент. Но ты заснул, потому что ты это себе визуализировал. Ты начал говорить о каком-то состоянии. Не понимая, что ты и есть это состояние говорения сейчас. До комментария. До комментария. Да. Как только комментарий появился, ты заснул. Но это нормально. Я для этого здесь и сижу, чтобы вам подсказывать этот момент. При этом я на это состоянии как-то приемки. Ты же видишь. Что есть и нет. Нет, это ты не про то рассказываешь. Вот тот, кто рассказывает, это то. А вот про что оно рассказывает, это не то. Нету рабочих сценариев, которые типа вот, как вы привыкли уже. Вот есть чертеж, схема, раз-раз, машина получилась, едет. Здесь этот механизм не работает. Потому что машина, она в вашем воображении вначале как чертеж появилась. И потом в вашем воображении едет. И даже если вы в нее сели и в ней едете, это все равно ваше воображение. И езды, и машинности, и тельности. Подсказка очень простая. Вы во сне, когда вы спали, вы видели, там были персонажи. Ну, если у вас нормальное воображение во сне, и вы иногда видите сны как персонаж. Каждый из этих персонажей чем-то там занимался, кто-то вас даже пугал, с кем-то вы даже могли там сексом заниматься. Бывают такие фантазии. Но вы-то знаете, что это вы, все эти персонажи, это персонажи вашего сна. Хотя они там ведут, могут вас пугать, нападать. Какие-то там дома могут быть, пропасти, ангелы, демоны там. Ну, какие сны. Но вы-то знаете, что это, это все внутри вас. Так сейчас то же самое. Вот это все внутри вас. Точно такие же персонажи. И даже вот нейрофизиологи, которые изучают состояние сна, они скажут, что то, что сейчас мозг обрабатывает в бодрствовании, и то, что мозг обрабатывает в сновидении, это одни и те же центры это обрабатывают. То есть на уровне мозговой деятельности, это просто идентичные процессы. Вот это все персонажи вашего сна. Даже не то, что Пудин, я же сказал, и космос, все галактики, все боги, загробные миры. Это все персонажи вашего сна. И больше выскочить некуда. Дальше, вот знаете, даже ученые есть в физике, они доперли, что когда Вселенная круглая, дальше ничего нету. Все внутри Вселенной. Так вот, все, что внутри Вселенной, это внутри вас. Все, что во Вселенной есть, мюзоны, квазары, бозоны, электроны, темная материя, черная энергия, черные дыры, это все внутри вас. Это ваше чувство, представление, ощущение, если вы можете чувствовать. Некоторые могут чувствовать черную дырность. Если вы потренируетесь, вы можете войти в сорезонацию, например, чувствовать, как дерево, чувствовать, как другой человек, чувствовать эмпатия. Знаете, такая? Особенно, когда любовь. Тогда у тебя с человеком, с объектом возникает прямо ты, прямо его мысли чувствуешь. А почему ты это делаешь? Да потому что это ты. Или не ты. Зачем, когда все и внушные есть, не теряем? Пой, выясняй. Это же так прикольно, вот, покопаться во всем, стать ученым, узнать, как устроен мир, микромир. Если вам это интересно, станьте ученым. Если вас ученые парадигмы не устраивают, станьте философом. Поизучайте, как устроены тонкие миры, загробные миры, мир идей, мир вещей. Там очень много всякого интересного надумано. Вы изучите, уже надумано, вами же, вы будете это изучать и будете понимать. Да я это понимаю, я и так это все знаю. Поэтому я говорю, не тратьте, время оно пустое. Но если вы не верите мне, все, играйте. Играйте в ученого, играйте в убийцу. Ну, поизучать же надо, как людей убивать. Но это Асура этим занимается. Если вы Асур, можете этим поиграть? Поиграйте в любовь. Попереживайте живые чувства. Пострадайте, посострадайте. Не нравится? Ну, найдите, что вам нравится. Я вот там путешествовал, всякими экстремальными спортами занимался, всякой думой. На горы залазил, под воду нырял. На параплане вот еще недавно совсем летал. В Гималаях побывал, в Бразилии там. У меня друг звал, говорит, в Антарктиду. Не хочешь на парашюте прыгнуть? Я говорю, да надоело уже. Видите? Ну, в принципе, можно на Марс с Илоном Маска полететь. Ну, там же будет та же хрень. Куда бы я ни приходил, везде был я. Я туда притаскивал себя. Самое удивительное, что меня начинали через некоторое время окружать люди, те же самые, что у меня дома в Пскове. Кто-то мне нравился, кто-то не нравился, кто-то был похож на того-то, кто-то реагировал так же. То есть, оказывается, куда бы я ни пришел, везде будет мое представление, ощущение. Вот это прикольчик. Вы на Марс прилетаете, а там вы кругом. Или все-таки есть какие-то дальние миры. Но я вам уже только что сказал. Был такой Пападжи, ученик Махарша. В юности он был очень мощный визуализатор. Ему являлся Бог Кришна. Ну, для вас это может быть никто, а в индийской мифологии это воплощенный аватар Бога Вишну, одного из трядов. Самый могущественный Бог. Все соседи в деревне, когда узнали, говорили, ой, этот мальчик общается с высшим Богом. Да он сам, наверное, Бог. Он пришел к Махарши и говорит, вот так вот я захожу на гору, ко мне является Кришна, я с ним прямо в интеллектуальном... Он мне может ответить на все вопросы, потому что Бог знает все. Махарши ему сказал, плюнь, это твои фантазии. И больше Кришна не являлся. То есть вы, например, можете думать, куплю себе яхту, как у Абрамовича, буду плыть по Средиземному морю, там будешь сидеть ты. И никакой разницы, что ты сейчас здесь сидишь, что ты там сидишь. Это будет все одно и то же. В общем, тот назад меня так торкнул, смотрел на злого человека, но спустя неделю откатил его. Откатил его, психовал, потому что потерял такое чувство. И самое печальное, что было осознание, что ни что в этом мире с этим не сравнится. То есть не медитат, не секс, не любовь, не что вообще. Иначе вот искать там мантры, тантры, как пандарин, я решил чакру, все это уже надоело. Но вот сейчас вот смотрю, как и советую вас у себя, на тоником так и появляется такое чувство, которое напоминало тот первый опыт. Валерийся. Вот мне двигаться в этом направлении? Никуда не двигайся, оставайся в этом. Заткнись и сиди. И смотри в него. Стоп, двигаться начал. Кайф это описание ума. Не-не-не, вот он сейчас начал тебя отвлекать. Ты сидишь рядышком. Сиди молча, жди, как охотник. Сегодня, завтра. Считай, что вся твоя жизнь, вот сейчас, потому что ты стоишь совсем рядышком. Все, молча. Потому что ты это место найти не можешь. Подожди, подожди, подожди. Это место тебя нашло. И оно просто сейчас будет проверять. Ты болтон дешевый, или ты реально пацан, который вот... Оно будет ждать. Видит оно, что ты болтать любишь. И будет вот тебя ждать. Понервничай, подергайся. Если ты сейчас, молча, оставшуюся часть жизни просидишь, рядом с этим, оно увидит, что ты достоин, оно снова придет. Давай поговорим. На сатсанках вы все время оказываетесь на себе паньяк, вот так вот вы делаете. И тогда у меня вот тут вот здесь и проводишь. Так я же, это ты, это я тобой делаю. Да, и то есть это направление отрывается. Вот двигаться я не могу больше. Вот, не двигайся, просто... Ну, фокусироваться, внимательно. Нет, ты не можешь. Я же говорю, со своей стороны ты туда... Чем больше ты будешь туда направляться, тем дальше ты от этого места будешь. Ну, попробовать можешь. Надо сдаться, тогда оно само тебе. Я же... Вам помните, есть такое объяснение? Типа дверь, и ты на нее давишь. Ты ее хочешь открыть. Но она открывается с той стороны. Убери ручки. Все, начал опять. Смотрел сатсангами? Ну, о чем сейчас, давай поболтаем о сатсангах. То есть, такой гигантский. Очень хороший. А он говорит, что вы вообще ничего не можете сделать. А я сейчас что говорю? Ну, вы говорите, что смотрели, ребята. Это уже единственное. Вы говорите, что... Ну, тогда ты нам не услышал. Я ему говорил ничего не делать? Ручки убрать. Видите, он слушает свое мимо ушей. Слышит свое... Тебе Гигам уже все сказал, можно больше никого не слушать. Ты ничего делать не можешь. Можешь поэкспериментировать. Попробуй делать что-то. Ну, ты же там кундалини поподнимай. Там еще что-то. Поделай, поделай. Не надоело? Надоело. Все. Делать ничего не можешь. Я тебе тоже говорю. Ничего не делай. Замолчи и жди. Возле этой двери. И не пытайся ее не открыть. Не подумать о ней. Не расстроиться. Просто признай, что дурнем так на всю жизнь. Останешься и умрешь. Но, самое главное, при этом не забывай на работу ходить, там, с девушкой отношения выстроить. Это просто, ну, происходит, по-моему, происходит. Солнце светит, ветер дует, деревья качаются. А почему бы и нет? Ну, все это сделалось с осознанностью? Нет, это делается просто так. Легко и воздушно. Как будто ты маленький ребенок, который играется. Знаете, там, в луже сидит, в лягушке. А сейчас ты играешь. О, девушка. Ну-ка, давайте я ее буду любить. Так попробовал, этак попробовал. Она тебе, конечно, ударит как следует. О, я волноваться начал. Давай-ка я посмотрю, где я волнуюсь. Ну, а сейчас я разу не могу. На начальник посмотреть, она занимается во-первых, то есть, а потом. Можешь. Попробуй это сделать. Главный момент, что пробуй. Ну, на сатсанге ты как бы позадавал вопросы, теперь пробуй. С выражением. Все, кто, условно, назовем посвятленные, опустленные, говорят, что туда не надо прийти, ничего не надо сделать. Ну, тем более. Опустил, только туда туда попал. Они же чем-то отличаются, а те, кто вообще не стремился, и те, кто стремился, но потом отпустил. Чем я от тебя отличаюсь? Ничем. Ем, сплю, гуляю, все то же самое. Или нет? Можно, действительно, что ты пришел-то? Думал, что тут что-то, какие-то волшебные пендали дадут, или там что-то раздадут, или как-то научат. Всему учат родители, школа, институт. Как деньги зарабатывать, как отношения строить. Все это у тебя есть. Почему ты сейчас как хочешь научиться? Думаю, что в этом ответе есть какой-то подвог. Да! Стремился, и те, кто стремился, они ничем не отличаются. Что в этом нет разницы? Нет. На самом деле, почему что от тебя попали? Вот посмотри. Ну, во-первых, почему бестолковый? Я же говорю, ветер дует, деревья качаются. Почему она женщина, а ты мужчина? Видишь, глупость какая. Почему я Кулдин, а ты, как тебя зовут? Валера. Ты Валера, я Сергей, все. Это единственная разница между нами. То есть, по полу мы идентичны, ну, по возрасту может чуть-чуть разница, по биологическому признаку в человеке. То есть, видите, много общего. Я говорю, все то, что вы делаете, ем, сплю, там, и все остальное точно так же делаю. В чем разница? Разница только в одном. Вас это беспокоит, а мне вот по барабану. то есть, я все делаю то же самое, что вы, совершенно безразлично. Ну, безразлично не в смысле с кислой рожей, а в смысле, что я по этому поводу не беспокоюсь, что мне за это будет, как меня оценят, потому что нет того, кого оценят и кому что-то дадут. Я говорю, солнце просто так светит, поэтому мне ничего не мешает светить просто так. у меня очень дружественные отношения со всеми и никому нет претензий, потому что нет ни претензий, потому и дружественные отношения. Даже с теми людьми, с которыми другие очень плохо дружат, ну, там, на работе. со всеми дружественные отношения. А это значит, я всем доволен все время. Ну, всем доволен не в смысле, что у меня много денег там или еще что-то. У меня, когда денег нету, я был доволен. Когда есть деньги, я доволен, но не деньгами. Там, лечу на параплане, доволен. Сейчас плавал по Волге, был доволен. Общался с друзьями, был доволен. Сейчас сижу, ну, просто вот, у меня вообще никаких проблем. Можно вопрос? Ну, это я вот, подожди, я сейчас докончу. Это просто вот в этом разница. Ты почему-то недоволен. Вот я тебе говорю, найди, где ты, где ты недоволен, кто вот есть в тебе такой, который вдруг чего-то там хочет понять. А это значит, он недоволен. Потому что, когда доволен, тебе понимать нечего. Да вот вопрос по поводу вечно доволен, все хорошо, что бы ни случилось. То есть, не раб обстоятельств, но обязательно найдется какая-нибудь вещь, которая... Значит, раб ее. Вот ее изучать. Ну, например, скорбь, смерть. Ну, про смерть. Очень сильно выбивает из всего. Ну, это самое главное. То есть, ты хочешь жить, значит, ты недоволен тем, что ты не бессмертный. Ты можешь повлиять на это как-то? Все. Он просто, я говорю, солнце светит, кто-то умирает, кто-то рождается. У меня в печали, что я не могу повлиять на себя. Все, смотри в печаль. Что я начинаю... Нет, нет, ты не то делаешь. Ты должен смотреть в печаль. Вот когда у тебя кто-то умирает, тебе печально. Все, смотри в печаль. Как ты печалишься? В каком месте? Попечалься, так вот попечалься. Вот как девушка тут. Упечалься. Видишь, не можешь ты печалиться. Печаль просто пришла, и она уйдет. Ты ей не управляешь. Тогда ты-то кто тут такой, который волнуется? Кто волнуется? Эго? Можно? Ну, это вот персонаж. Ну, зачем нам говорить о ком-то, кого здесь вообще нету? Здесь ты, ты сейчас печалишься? Ты ж можешь вспомнить, как у тебя родственник умирал? Вспомни, попечалься. Поизучай печаль в виде вот такого представления. Ну, зачем? Ну, тогда жди, когда кто-то будет умирать, и тогда... будет умирать, всё, вспомни это, и давай печалиться. Вот в этот момент и действуй. Я говорю, нужно быть в живом моменте. Ничего не ждать. А? Ничего не ждать. Ничего не ждать. Наступит печаль, будешь печалиться. Наступит любовь, будешь любить. Наступит разлука, будешь огорчаться. Все эти чувства идентичные. Потому что тебя они вообще никак не касаются. Потому что ты не знаешь, кто ты. Это просто будут пролетать. Вот я говорю, сейчас птичка пролетела, машина проехала. Это просто случилось. Чувства пришли, ты можешь в них просто попрессунуть. А у нас же начинается далеко идущие планы, и понеслось. А как? Я, наверное, плохо печалюсь, все печалятся хорошо, а я бездушный. Или наоборот, я так печалюсь, у меня, наверное, сердце остановится. Ну и какая-то вот такая дребедень. А если ты хочешь улучшиться в жизни, преподаваешь как-то усилие, или твои ресурсы исчерпываются? Надо всегда конкретные случаи рассмотреть. Как ты улучшаешь свою жизнь? Конкретно. Не абстактно, а вот прям конкретно. Что для улучшения жизни ты можешь сделать? Но для улучшения жизни чего тебе не хватает? Денег, любви, слав... Любви? В каком месте у тебя любви не хватает? Любовь у тебя где? Лежит склад какой-то, и тут ее маловато. Ну, у тебя эмоции смотри. Где, где? Сразу посмотри, где у тебя любви маловато? Куда ты ее сложить хочешь, чтобы ее побольше было? Некуда. Любовь либо случится, либо не случится. Все. Сиди, жди. Мы недавно проходит назад, говорили о том, что если ты выбираешь на дверь, то это... Конечно. Или что нужно не акцентировать внимание, забыть, пробу говоря, и все. Нет, просто лишних думай, лишних движений делать, потому что они пустые, бестолковые, они только наоборот создают шум, и ты вместо двери еще и на стену давишь. То есть ты даже двери не видишь. Потом это не нужно. А? Если ты это отпустишь, и тебе... Не если, сделай это. А может, ты уже не могу? Всегда отпустишь. Так ты отпустить не можешь. Ты ничего вообще сделать не можешь. Все. Оно само сделается. Ты слухом управляешь сейчас? Он сам делается. Голосовыми связками управляешь сейчас? Они сами говорят. Мыслями управляешь. Видишь, они все на своем месте. Само говорит, само слушает. Ты что делаешь? Что-то улучшить можешь? В каком месте? Говорение улучшить не можешь. Ты не управляешь. Кровообращение улучшить не можешь. Ты кровью не управляешь. Дыхание улучшить не можешь. Не управляешь. Неокортекс улучшить не можешь. Могу улучшить. Что ты можешь? Мышление. Ну, давай. Ну, и все. Давай, сделай. Не сам, не сам. Что? Нет. Ты делай, делай. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну и на что-то там давить собралась. Я еще раз говорю, вы давите на иллюзорную дверь в иллюзорной сне. Это вот как во сне, у вас там персонаж какой-то бегает и что-то там боится, делает. Ну вы же в курсе, что это все, и то, чего он боится, и тот, кто боится, и то, как он это делает, это все внутри вас, уже, прямо сейчас. А это просто персонажи сновидения. Любая мысль тебя о том, о своих чувствах, о своих мыслях, это мысль о персонаже в сновидении. Сергей, я могу спросить? Давайте. У меня есть, я не знаю, сейчас, у меня поможет. Внутренний говоритель. Возможно, это связано с тем, что я в психологической практике занимаюсь. Угу. 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 Я тоже такой же. Вот. Я хотела поговорить о том, как у вас происходит. Когда я с людьми, я прекрасно всех слушаю, молчаю, там изменяется тишина. Ну, когда я останусь одна, получается, часто. Угу. И вот этот вот, я даже физически ощущаю, как этот разговаривающий, то есть я становлюсь этим разговаривающим, и потом молчащим. Я это кто? Я это кто? Я это тот, который... Давайте сейчас станьте вот разговаривающим и разговаряем. Как вы это сделаете? Стать разговаривающим? Да. Это автоматически происходит. Все, вы им стать не можете. Зачем тогда вы билиберду говорите? Не билиберда, потому что она отнимается, и туда уходится энергия. Поэтому это и билиберда есть. Вы говорите билиберду, и она становится тем, что отнимает энергию. Не говорите ее. Я ее не говорю, она автоматически включается. Ну и что? Я же говорю, вы кровью, она автоматически крутится. Говоритель автоматически... Вас так чего это волнует? Я вот тебе про это и говорю. Втеки вот в это. Через какое место ты туда втекаешь? Ты нашел разговаривающий. Давай, давай, давай. Во-первых, кто туда втекать собрался? Потом из какого места? Потом при помощи какого действия? И главное, куда втекать? Есть ли место, куда втечь нужно? То есть есть то, что есть, оно хочет втечь в то, что нету. Ну, то есть в персонажа. Это вот как будто вы смотрите сон, и вдруг вы хотите втечь в персонажа. Но вы остались тем, кто смотрит весь сон. А я хочу втекать в персонажа? Не хотите, давайте нехотение сделайте. Это хрен, ретики не славишь. Что хотеть, что не хотеть. Вы не хотите, не не хотеть, не можете. Не втечь никуда не можете. Как вы это делаете? Вы это делаете только комментарием? Комментарий именно словесный, разговорный. Да. Он просто случается. В чем проблема? И у кого? Вы еще какую-то жертву туда втискиваете. Причем непонятно откуда. Смотрите туда, не разводите руками. Это швы, и у вас это происходит. Видите, билиберда какая. А вы взяли и придали ей значение. Ну, ум пыжится, там еще как-то вот это оформить. Ну, это галиматья. То, что он оформит, вообще к вам никакого отношения не имеет. Потому что это не вы оформите. Все. Все уж на месте. Все нормально. Просто есть персонаж сновидения, которому вы придумываете проблему. Что у него там кто-то разговаривает. И типа это он разговаривает. Есть чувства, которые вы смотрит, а есть чувства, которые возникают как комментарии. Да, предположим. Получается, есть действия, которые совершаются, которые вы... Сейчас в тебе это совершается? Оно просто происходит. Все. А может быть, происходящее... Может быть, все что угодно. Как придумываете, так и будет. Вы можете придумать все. Даже придумать то, что вы эльф шестого уровня. Придумать можно все, что угодно. Я говорю, тут пределов для вас нет. Но это будет просто очередное сновидение персонажа. Вы тот, кто смотрит это ссор. Да, это вы так придумали, что что-то можно легко придумать, а что-то... Но это вы придумали. А можете придумать наоборот. Вам никто не мешает. Я говорю, вы великий придумыватель. Вы можете придумать, что вы ничего познать не можете, кто-то вами там разговаривает. Но это вы придумали. И так себя раскрасили. То есть, это все, что я сейчас говорю. Это вы придумали. Это он придумывал сейчас всю вот эту историю. Ее нет. Это все в сновидении происходит. Видишь, откуда ты хочешь еще что-то ляпнуть? А ты сразу смотри. Откуда? Ты только вот глазами будешь, что-то надо сказать. Кому надо? Есть ли тот, у кого сейчас проблема и напряженность что-то сделать может? Видишь, его нет. Смотреть некуда. А ты есть. Есть все. И твое тело, и то, что ум придумывает, весь придуманный мир. И этот мир, и мир сновидений, и мир богов, и мир всех миров, и всех историй, динозавров там, альфа-центавров, и звездных войн. Все это реально точно так же, как вот этот коврик, этот пол, это все представление и воображение. И даже мозг, который это думает, это тоже такое же представление, что мозг чего-то там думает. Это тоже твое представление. Или ты думаешь, что мозг думает о тебе. Вот это дурь. Есть такие люди, которые думают, что у них мозг думает о них. Вот это надо вывернутся-то как. А? Вот. Я говорю, такой выверт ума, а вот это называется научная парадигма. Что какие-то нейроны думают о тебе. Сейчас такой классный фильм появился, главный герой. Не смотрели еще? Посмотрите, там в компьютерной этой самой персонаж-бот вдруг начал думать. И нарушать программный софт. И стал в программе вести себя автономно. Вот это вы. То есть есть программный софт. Он вам и сейчас автоматически думает, управляет телом, придумывает мозг, придумывает микромир, макромир, загробный мир, мир богов, мир религии. Все придумывает. И вдруг вы такой, а я кто? И вы понимаете, что вы не мозг, не тело, не клетки, не вселенная. Это все то, что вы придумываете. Это все персонажи твоего сновидения. А ты тот, кто это сновидение дает жизнь. Давайте. Нормально. Фиксируйте здесь. Какая в тяжесть. Смотри в тяжесть. Утяжели ее. Утяжели. Можешь? Устранись. Не получается. Видите, это просто болтовня о какой-то тяжести, о каком-то устранении. Ну, поговорить. Без почему. Точно потому же, почему я мужчина, а вы женщина. Кажется, это троекратное крестное знамение. На самом деле так смешно. Я же говорю, так смешно, что какой-то мозг к вами думает, что вы это вы. Ну, это смешнее придумать невозможно. Это вы придумали. И этому опыту придали, что это опыт. Где остаться? Где? Ну, вы придумываете. Останьтесь, попробуйте остаться в нем. То есть залезть в сон и во сне остаться в виде того персонажа, который там... Но это все равно ваш сон. Как бы вы туда не влазили, это вы еще одного персонажа породили, который влазит в персонажа, и в этом персонаже что-то там делает. Ну, вы-то остались с собой, а эти персонажи, они плодятся. Они, видите, как расплодились? Миллиарды людей, миллиарды планет, миллиарды... Это все вы плодили своей дурью. Попробуйте. Как у нас в армии говорили, можно Машку заляшку. Ужас какой, да? Вот несет пружище-то. Ну, кажется, что... Что кажется? И вот в нем не надо, а получается, когда болезненность тела, все болеют. Отлично. У вас тело болезненное. Вы тут при чем? Ну, это притягивает внимание тела. Да, ваше тело притягивает внимание. Тело главней? Или вы главней? Да, неприятно. А кто говорил, что будет приятно? Я же говорю, вы в конце концов вообще умрете. Сразу так, блин, слава богу, еще не умерла, просто болею. Главное, что руки-ноги есть. Вообще, а есть люди без рук? Знаете, это такой жуткий анекдот мне дочь рассказала. Сидят в Эфиопии, мама с дочерью. Голодные. Дочь подорвалась на мене, у нее нет ни рук, ни ног. Мама там вся изъедена малярийным комаром. И говорит, мама, почему мы такие несчастные? А мама говорит, дочка, есть люди еще более несчастные. Какие? Это те, у которых неразделенная любовь. Так, у которых они ж вешаются, знаете, жизнью кончают. А эти вот еще цепляются за нее. Они еще счастливы. Неразделенная любовь. Страшная вещь. Еще и впереди. Уже хватит. Уже хватит. Да. Мы можем выбирать состояние, как бывает, то есть не снится, ты понимаешь, что ты спишь, когда думаешь, блин, прилетать хочу и полетела. Можно поиграть реальность? Так, ты же играешь, вот ты сейчас на мячике качаешься, а ты играешь в реальность. Качаешься на мячике. Во сне ты летаешь. Дальше сейчас пойдешь куда-нибудь, что ты будешь делать. Все, ты этим занимаешься безостановочно. А ты еще что хочешь? Хочешь сейчас полетать? Значит, здесь вот, к сожалению, друг мой до сих пор не появился. Есть парапланерная школа. Запишись, полетай, обалдеешь. А без параплана? Так, значит, изучаешь труды Милорепы. Он без параплана летал. Он там объяснял. Ну там как-то сурово. Надо два года жрать крапиву, позеленеть. Нет, он летал. Его видели летать. Я понял, но не открапив уже он летал. Ну это как один из малых вариантов. То есть уйти в жестокую аскезу, убрать все, что мешает телу летать и начать летать. Но для этого ты должен угробить всю свою жизнь. Чтобы так вот раз и полетел, а жизнь вся прошла. А ведь можно было сесть на параплан и просто так полетать. Затем 10 лет тратить, чтобы летать. Потом фокусы что ли показывать? Есть такие. Вот в Индии это фокирами называются. Те, кто ситхи, используют для того, чтобы демонстрировать всякие паранормальные состояния. И они реально. И даже говорят, что до сих пор есть те, которые летают. Ну есть придурки, которые там на заднице подпрыгивают. А есть... Можно я еще попрошу? Давай. Вот смотрите, помните, вы рассказывали где-то там про Светозара, что ли, который был несновидящим. У него там все спрашивали. Ну, купцы там всякие задавали вопросы, где батюшка там глаз сохранит. Я опять хочу спросить, это тоже картинки в его воображении? А те верили в его картинки, да? Да. Да, есть такие фантазеры, например, писатели. Вы когда читаете книжку... Смоткейсинг на эту пасху. Да, вы живете в этих картинках. А есть еще хуже. Есть такие, знаете, Карла Маркс. Он написал, фигню выдумал, а мы 80 лет как идиоты жили в этом. Ну вот репутся они, вот они тоже разные. А, у них фантазии, но они как делают, революционеры? Кто против их фантазии их убирают, остаются те, кто в их фантазию верят, и они живут в их фантазии. Ну, сейчас, например, у меня. Да, сейчас вы живете в либеральной фантазии, либеральных... Да, у меня демократия будет, да? Да, кто-то нафантазировал либеральную, кто-то демократическую, кто-то там фашизм был, тоже прикольное занятие. Цель человека, ну, как сказать, ну, все-таки быть в игре, да, все равно сознание же играет, вот опять же я хочу сказать. Какого человека? Вы что хотите? Я играю? Все. У меня все равно. Все. Все, играй. Да. Есть ли мысль уставить, какую-то цель выиграть? Есть. Проверь ее. Поставь, добейся. Посмотри, что получил. Нет. Вот у тебя сейчас именно надо вот этим. Пока вы молодые, поставьте цели, добейтесь. Посмотрите, как это работает. Увидьте, что это просто ваша фантазия. То есть, если вы сильно фантазируете, то ваша фантазия начинает материализовываться, ну, как в сновидении, где-то с управляемым сновидением. Миша, ты в фантазии раз, и полетела. Там быстро, потому что тело в это время дрыхнет, не нужно его тащить. Здесь тело очень трудно, надо 10 лет, и оно тоже полетит. Можете. Но теперь вопрос, на какие цели потратить жизнь? Потому что жизни-то чуть-чуть, я же говорю, да плюс вы еще завтра можете умереть. Знаете, там ковидит, всякая хрень. Поэтому на какие фантазии жить свою, грохоть? И вот тут вы попадаете к фантазии фантазеров. И они вам говорят, заработай миллион. Я не знаю, поиспытывай там всякое, поживи наркотики. Наркотикам нет, дурь полная. На любые. Но это твои фантазии? У каждого свои. Нет, это не твои фантазии. Вот вся вот дурь вот сейчас состоит в том, что у вас своих фантазий нет. Я вам рассказываю, как можно сделать свою фантазию. Все остальные фантазии не ваши. Уже режиссеры вам все весь софт прописали. Как зарабатывать деньги, как добываться славы, любви, извращений, удовольствий. Все, ни одного вот сейчас вот что вы не скажите, это уже было. Уже это сценарий. Вы будете называть чей-то сценарий. Вы во сне, вы сейчас даже не в своем сне. А я вам говорю, станьте автором сна. Перестаньте быть персонажем во сне. Вы не мужчина, не женщина, не россиянин, не буддизм, не расист. Ты никто. Ты все сразу. А не кто-то вот как мужчина, как юноша, который пока ты будешь какие-то цели. Вот кто постарше, вы уже в курсе, что все это галиматья. Все, что я там думал великое, все рухнуло. Вот этот социализм, космос летел. Я же думал, что мы Марс уже освоим вот в это время. В 20-м году я бы учился в 4-м классе. Нам сказали, нарисуйте, как будет выглядеть Россия, ну, Советский Союз через 50 лет. Я нарисовал там на Луне станция космическая, там еще хрень полная. Делать там нечего. Вы сейчас сидите в айфоне и смотрите глюки, которые туда наглючили. Идиоты. То есть вы даже уже не о космонавтике мыслите, а вот о всякой билиберде из интернета. И вот такая ваша жизнь впереди. Давай. Людей нужно ставить цели и идти к ним. Но это я так образом говорю. Те, которые интересно или в принципе так. Интерес – это самое главное. А если нет интереса? Все, горе. Сиди, жди. Нет, почему горе? Просто поганить. Ну, что значит нет? Это значит, ты овощи сидишь и ни хрена не делаешь. У тебя сопли текут, а тебе даже неинтересно хорошо выглядеть. У вас у всех есть интерес, он вас всех двигает. То есть все вы на своем месте. Каждый из вас, у вас у каждого есть гипер-супер-мега программа, где вы – это вы. Главное, ну, для молодых, не предайте себя. Не променяйте на деньги, на славу, на ерунду. Останьтесь с собой. И с той стороны рука протянется и скажет, пошли. Давай. Ну, вот он говорит, нет интереса, да. Так. Вы говорите, ложь, да? Нет. Интерес. Ну, уж да. Интерес, он есть в тебе. Я заведомо знаю, что любое интересное время у нас появится. Богатство… Если это не твой интерес, найди свой интерес. Ну, вот… Подожди, сейчас. А? Людей же много, но все эти, правильно? Нет, ты один. Ты один. Ты индивидуальный. Нет, ты один. Про себя всегда рассказывай. Ищи свой интерес. Ну, нормально. То есть, если ты чувствуешь, что ты должен стать мужем, отцом, сделай это. Если ты хочешь стать богатым этим богатством, построить империю, как Эллон Маск, сделай это. Если ты хочешь быть художником и нарисовать шедевры, нарисуй это. Сделай это то, что ты хочешь действительно из сердца, а не из-за того, что тебя похвалят, наградят или еще что-то. Послушайте свое сердце, оно вам подскажет, оно все время выпьет. Не делай, не ходи туда, вот это, вот это, сделай. Ну, а как же, где же должна быть первая цель сейчас для меня? Нет, это ты начал чужие сценарии рассказывать. Ну, ты сначала умиреет, пока живет. Ну, давай, умри. Зачем мне писать картины? Ну, умри, и что ты вкладываешь в это умереть, пока живой? Да, и? А вот, прислушалась к сердцу, да? А если она, например, не хочет, то сделать и не хочет. Какой есть? Значит, есть два варианта. Кинула монетку. Ну, попробуй. Да, это уже не ты выбрал, сделала, это судьба тобой сделала выбор. Все, доверься ей, раз ты не можешь слышать сердце, отчетливо. Но если она выпала, ты должна это положить всю свою жизнь и сделать то, что выпало. При этом понимая, что ты это сделать не можешь, но ты будешь это делать безупречно, как будто ты сейчас умрешь. Тогда это будет настоящее делание. А мы же как делаем? А вдруг неправильно выпало? А давай на завтра отложим, с понедельника начнем. Все, это вот вы здесь. Привет. Здрасте, приехали. Ну, и чего еще там? У меня был момент, я была в классной санканке, в роде, что заняла. И у меня была на церковь, в которой я шла. И волшебным образом папа начала открывать двери. И начала все очень начаться. Но в один момент я начала сомневаться. Все, все испортила. Я же сказал, надо идти, как будто ты умрешь. И я теперь не предупрежу. Ничего, все, ты испортила. Теперь все заново и с большим трудом. Я же говорю, вот так вот все и ломается. Вам сердце подсказывает, а вы вдруг говорите, нет, вначале денег зарабатываю. И все. Или нет, у меня сейчас не получится, давай отложу. Вначале давайте лучше съездю там на Канаре. Ну, я не знаю, что там кому. Все, и ты предала свое сердце, и оно становится все тише, тише. И ты постепенно больше его не слышишь и живешь. А если я внутри себя хотела одно, но скрывала его на полиции? Я говорю, разберись, что главное из этого. То, что закрывает, или то, что одно. Видишь, у тебя сейчас... Еще раз говорю, ум – это дьявол. Он говорит одно, а думает другое. У него одновременно хочу и не хочу. Хочется и на елку влезть, и жук у меня ободрать. Это вот все время ум так у нас делает. С одной стороны говорит, давай, а другой говорит, нет, не получится. Я говорю, в башке у вас он разговаривает. Это и есть дьявол. Это не мужик с рогами. Это вот ваш раздвоенный ум – дьявола. Сто раз уже говорил, это дьявол двойная балла воля. Раздвоенная воля. Если у тебя воля раздвоенная, все, у тебя в башке дьявол. Он тебя доит, как корову. Ты для него жертва, из которой можно высосать всю жизненную энергию. Ты хочешь этим быть? Все. Не слушай вам больше. Слушай сердце. Что-то какая-то разводка. Да. Точно. Нет, ну типа у тебя здесь дое, потом ты умирайся, ты еще там дое. Да. Значит, приходите сейчас на практику, я все разъясню, как делать. Ну это маркетинговый ход. Надо же мне как-то на коммерческую основу уважать. Вообще здесь новое. Вот. Молодец. Молодец. Все, что не так. Когда вы все едите, все же. Не, не, не. Все, что не так. Где они у тебя? Они сейчас, вот тут сейчас тебя доит, вот тот, кто разговаривает. Видишь, он превращает знание живое в хрень. Он говорит, он тебя сейчас доить будет. Кого ты слушаешь? Все. Он тебя сейчас доит. Как это приходит? На практике приходится. Говорите. Что это такое предназначение? Это услышать в свое сердце. Как это слышит? Ты. Хорошо, если я. Все. А может, по-моему, это не правило. Случай. Он тебя начал доить. Прямо сейчас тебя взяли. У тебя была, во-первых, ясная мысль. Во-вторых, учитель тебе сказал, кто ты. И тебе ум такой. А если бы да кабыль. И все, ты выпала из живого состояния. Он забрал твою живую энергию, и ты все сдула. Ну, я вот в картинку не верю. Все, ну, что? Ну, вот он еще тебе объяснил. Не ссы, все нормально. Видите вы, что делаете? Вы одной ногой на... Газ и тут же на тормоз. Автомобиль поедет в этот момент? Нет. Он будет газа выбрасывать, буксовать, стоять на месте. А вы такой, а что это я никуда не еду? У меня же такое предназначение. Она в башке говорит, все нормально. Все так делают. А если хочется и того, и того? Во-во-во-во. Поэтому я говорю, не думай. Ну, особенно ты же женщина, это же так легко. Вы отдельно, вы педагог. Это отдельная кастро. Ну, думай. Видишь, ну, как ты подумаешь? Он уже само вот это все играет. Да, я же говорю, думаешь ты, не думаешь, он просто само играет. Он же само все происходит. Все, расслабься. Чуть наприк... А, все. Думаешь? Ты завтра на работу, а сердце говорит, нет, это не твое. Это не сердце, я тебе скажу, кто это говорит. Это твой дружочек рогатенький. А как определить, кто где-то говорит? Да. Кто сердце, а кто не сердце? Послушай себя внутри. Ты прямо услышишь, кто тут говорит. Такие наивные, у вас у всех есть совесть. И вы все точно знаете. Она вам сразу скажет, ну, что ты тут мне... Ты можешь Кулдину что хочешь сказать. Ну, я-то знаю, кто сейчас говорит. Ну, хорошо, только вопросы принятия, какие-то важные решения. Ну, не концептуально, но достаточно главные. Примерно. Смена работы. Все. Садишься и видишь вот эту работу, которую ты делаешь. Эту работу ты делаешь для чего? Для сердца или для чего? Мне нравится. Значит, для сердца. Все, значит, не надо ее менять. Работай на ней. Потому что сменить ты ее хочешь не для сердца, а, например, чтобы денег больше платили. Ты себя сейчас придашь этой сменой работы. Все, менять ничего не надо. Ну, это я банальностью тебе объясняю. Ну, это именно так и делается. Сядь внимательно и рассмотри ситуацию. Ты увидишь, тебе сердце само скажет. Что? Кто? Денег хочешь или делать то, что хочешь? И тебе тут же дьявол. То, что хочешь, за это не заплатят. Правильно? Нет. Все. Тогда ты ему говоришь, заткнись, иди в жопу, а мне заплатят. Другой дырвал. Вот. Это знаешь, кто сейчас сказал? Видишь, какая разводка-то? Ты сам себя разводишь. Это не я тебя развожу. Ты сам себя каждую секунду разводишь. На газ и тут же на тормоз. И думаешь, ну, что ж такое, не еду опять. А, честно, можно? Если работа, ты, допустим, не особо-то ради денег, ты понимаешь, что деньги тебе нужны, и тебе работа заменяет то, чего тебе не хватает. Например, ты, скажем, не работа, а люди, которые там работают, которые работают. Видишь, какая-то муть. Я даже не пойму, что ты хочешь сказать. Сделай ясно эту мысль. На самом деле, она очень ясна. Мысль. Тебе нравится коллектив? Все. Теперь ты делаешь вывод. Что работать в хорошем коллективе, но с маленькой зарплатой? Зато ты не нервничаешь. У вас дружественные отношения. Нет, видишь, значит, это не хороший коллектив. Ты тут что-то уже мутишь. Разберись. Вот сядь, я говорю, и прямо здесь ум на своем месте. Прямо вот так берешь. Знаете, вот у меня есть одна подруга, она говорит то или не то. Вот она берет, например, я на работе. Это то? Прямо сердце то. Все. И больше никаких комментариев. Можно прямо в руку положить, вот так чувствовать. Это то или не то? Если чувствуешь там муть какая-то, все. Тогда начинай разбираться. И каждый маленький нюансик вот так же взвесит. Ну больше, что еще он будет сказать. А? А если ты боишься, что еще? Конечно же. Я же вам сказал, кто это боится. Он будет безостановочно вот это плести хрень. Может быть, сомнений не возникает, потому что это не твое. То есть, если бы ты знал... Если бы ДКБ, еще раз говорю, бери и взвешивай конкретно. Хорошо, пример конкретно. Давай. Человек же там, какой естественной подвергности он не думает, что там, мне надо повесить, может, потом или завтра. Да, он идет и ходит. Все. А на логику привезти. Давай. Ну, про работу, если человек знает, что это не его, ему 100% нужно поменять работу, он берет и выгодит. Да, да. Как в туалет? Он не задается вопросом, а нужно ли выгодит? Ну, не надо задаваться. Если он... Вот уже, видишь, ты назвал ситуацию ясно, ему эта работа не нравится, он с нее уходит. Если бы так легко было найти другую работу, и поэтому следишь, убеждаешь, нет... Да, проще вот заняться вот этим вот рассуждениями про сложность жизни, найти примеры. Это делается очень просто. Просто берешь и уходишь. Делал, уходил. Ну, и что? Ты вот сидел без работы. Молодец, получил опыт. Проблема в чем? В чем опыт? Проблема в чем? Что тебя сейчас беспокоит в этом опыте? То, что хочется делать, то, что нравится. Все! Хочется! Да. Итак, самое главное, что вам хочется. А, опять же, кому хочется? Кто тут такой хотитель? Я же говорю, четыре благородные истины. Страдания из-за того, что вам хочется. Перестаньте хотеть. Делайте. Делайте. А вы делайте и еще хотите. Не будет так. Потому что хочется кому-то, кого нету. То есть, неправильно мне сказать, хочется пойти по зову сердца. Да, просто вот работа не нравится, уходите без комментариев. А если вы начинаете, а вдруг неправильно ушел, а что скажут? Все, все просрали. Дьявол залез, и всю вашу энергию, вот этого мощного действия, сожрал вас. Действие ослабло, и больше в нем нету никакой эффективности. А если вам нужно попробовать? Пробовать не надо. Сядь, посмотри, все взвесь. Решила и дальше действуй, невзирая, что тебе кто говорит. Считай, что в этом действии ты умрешь. И умри в нем. И тогда оно сделается самым мощным способом. Ну, это я вам Кастанеду уже прокачиваю. Ну, Кастанеду, я надеюсь, вы читали. Про безупречное действие, про война. Там все это вот, ну, почитайте. Отлично. То есть, дальше ты берешь и взвешиваешь что-либо сострадание к человеку, но это тоже форма любви, но стать жертвой. Ну, например, муж-алкоголик. Я уйду, он погибнет. Все, буду рядом с алкоголиком, пусть он меня бьет. Ну, есть такие жены. И страдаешь всю жизнь. Ну, это я критическую форму взял. Просто надо дорисовать, что там за нюансы. Потому что сейчас ты их дорисуешь, и тебе даже со стороны подскажешь, уходи нафиг. Или они скажут, ты что, дур совсем, что ли? Из-за какой-то своей там прихоти такого пацана бросаешь. Для этого есть подруги, с ними можешь пообсуждать все нюансы, они тебе подскажут. Ты их послушала, а я сделала так, как ты хочешь. Да все то же самое, неважно. Я говорю, все хотения, что с работой, что с чувствами, что с вещами, все одно и то же. У нас есть два пылесоса. Один пылесос хочу, второй пылесос не хочу. И они из тебя оба жрут энергию. Все, не хоти и не хоти. Решила уходить, уходи. Как говорится, уходя, уходи. Я дерусь, потому что дерусь. И больше не вспоминай. А если ты уходишь, а как же он там был, да он сейчас заболеет, да там и сопли пошли, все, из тебя энергию потянули. Причем как он там будет, это уже его судьба. Если он довел до того, что ты от него уходишь, все, все вот эти дергания, это только вытягивание соплей. Ну, обычно так в кино и все это происходит. Ну, тебе может нравиться. Есть люди, которым нравится вот это все. Мы в отношениях, мы чувствуем, переживаем. Все. Посмотрите Достоевского идиота. Бортко снял много серии. Там вот про это вот вытягивание-вытягивание. Прямо шикарно. Там две тетки есть. Как ее? Аглая, дочурка этих генерала. И это самое, Настасья Филипповна, такую ведьма-ведьма. И вот живое сердце, этот идиот. Вот как они обе из него, ну и плюс еще из-за всех остальных. Ну все остальные лохи, они в тех вообще дуют, как этих сам. А этот, он живое чувство. Вот посмотрите, там все эти нюансы расписаны. Я говорю, есть некоторые писатели, они все уже сценарии расписали. Вы там много, но если вы думающие, глубокое, и все, вы это все увидите. Вам там все подсказки уже есть, уже все варианты разобраны. Ну книжку лучше почитать. Ну очень хороший сериал сняли, я помню, молодец. Это те, которые работают с симптомами тела? Еще раз. Когда те уфалии, есть какой-то симптом? Так. Это те, которые работают так же? Да. Значит, и так. Разбираю. Есть такой доктор Хаммер. Это подсказка. Послушайте. Теперь самое простое. Ничего в теле не произойдет, если у вас в башке что-то там не заклинило. Но вы германские цены? Да. Если пока у вас в башке что-то не заклинит, ничего в теле. Все, что в теле, это уже результат, причем очень дальний. Все, что у вас в теле проявляется, это результат вас решит. Ну, вот таких мыслей, когда вы на газ и на тормоз. Конечно, в организме вот такое дергание приводит к раку, к чему угодно. Мне всегда было интересно, когда я в башке лекции слушала, они показывают практику с человеком, да, он вытащил, заложил друг друга. Нет, это должны делать вы. Никто за вас ничего не вытащит. Я не знаю, сколько это нужно делать? Нисколько. Вы сядьте и уберите всю дуру из себя. Все. Ну, если вы могучий воин, то вы можете это сделать за один раз. Вот у меня есть дружок, Альтара волшебная. Она с человеком в течение вечера поговорила, и он забрал пневмонию давно. У него пневмония 40 градусов. У него за вечер она прошла. Она зашла в его мысли, показала, где у него дурные мысли. Мострая ситуация. Да, она покинула его болезнь. Хроническая. Ну, это надо быть большой дурой, чтобы хронику заработать. Хроническую, значит, хроническими действиями надо выводить. Какой нет? Ну, во-первых, я сюда в поезде ехал с девушкой, которая едет. У вас под Самарой есть центр по очистке организма. Там клизмы, вот это все прочистите. Может быть, этого будет достаточно. Это подсказка, на самом деле. Думаете, просто так я с ней ехал? Я ее почти просветлил, она теперь еще в Москве на сатсанкам не прибрется после того, как почистится. Просветлили мысли, разобрали ее? А? Просветлили мысли, ее разобрали. Мысли, ее разобрали. Нет. Она увидела, что что-то тут есть. это я не знаю, что там было. Ну, вот сейчас я тоже самое делаю с вами. Но даже я ничего не делаю, то вы сами меня видите таким, как вы хотите. 5-7 лет назад и сегодня что-то поменялись. Нет, я же говорю, вы всегда в одном. Там нет ни времени, ни пространства. Вот это дурь, ходить 5 лет на сатсанг, быть в этом же, сейчас прийти и думать, что вы там что-то поменялись. Вы, это вы. Когда вам было 5 лет, когда вам там 30 лет, когда вы будете на смертном отре, это тоже будете точно тем же. что в 5 лет ничего. Ну, там тело там нацепляет болезни хронические, всякой дури. И между 5-ю и 100 годами вы будете в сновидении вот эту дурь накапливать, накапливать, пока ваш дух скажет, ну, надоел, иди ты в заты и стряхивает вот эту хрень с хроническими болячками. Вы сами накапливаете хронические болячки. Вы изо всех сил стараетесь. Понятно, сделайте чёрт. клизмы там очень радикально, я вам серьёзно говорю, люди меняются или иногда даже хронические болезни уходят. Оказывается, достаточно от них питательных клизм и скипидарного масла попить и всё отлично. пьют. А? Скипидарное масло. Масло? Пьют. По 30 грамм. У меня дома пол-литра стоит, ждёт своего. ой, не могу. Видите, какие смешные. скипидарное масло. Вот в этой практике, когда ты смотришь на что-то, на то, что ты посвящен. Вот смотришь, смотришь, и в комплекте в сан-санге говорили, что когда ты достаточно долго смотришь, я так понимаю, просто не ставишься в кей-чате, тогда начинают приходить ответы. Правильно? Нет, понимаете, неправильно, но именно это происходит. Нет, просто это утром у меня произошло. Всё, значит, да, значит, вы поняли, ну, не поняли, вы сделали это, но сейчас всё испортили, можете сейчас повторить это. И лучше всё время, только теперь это и делайте. Потому что в этом только и смысл. Не поговорить об этом, не понять, это всё бла-бла-бла, ни о чём. Можно там, есть клуб, там, Ченнелинг, про инопланетян, вот они и трепятся. Что там сказали выше, там, когда конец света будет, когда квантовый переход, и вот я в этой теме уже лет 30. Там начинают Блавацко и Рерихов. До сих пор вот всё бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Увидела, что делается? Делай теперь это. Сейчас вопросы, ответы на вопросы были совершенно посторонние в сфере как ли кран, и стёпл, и смотиться. В общем, можно так же со здоровьем, да? Да. Но со здоровьем, я говорю, если хронику уже очень сложно, вы так ослабили, то есть не помереть бы вот. тебя нашли. А как у тебя начинает подниматься? А как он начинает надеяться? Какого? С сердцем. Живи в сердце. Там бессмертность. Ты же так следующий момент. Вот это я, которое я, оно бессмертно, оно не может не распасться, оно будет наблюдать, когда ты будешь умирать, оно наблюдало твоё рождение, твои сновидения, твои сны без сновидений. Оно присутствует тотально, всегда, во всех мирах. Вселенная будет схлапываться, оно будет свидетельствовать это. Ты бессмертна. Не веришь? Ну, это твоя проблема. Пока что нет. Видите, в чём? Просто не верит человек. А верит каким-то идиотом про то, что он состоит из клеток, из молекул и дальше понеслась. Что он заболел коронавирусом, что он это же всё информационное пространство. Так можно было раскрутить любую, можно гриб было раскрутить, и он стал бы таким же, как коронавирус. Просто пацаны подумали, что давайте будем что-нибудь, что ещё неопробованное. И информационные это забацали, и люди начинают жить в этом. Это реально, это теперь реальная реальность. Действительно надо прививаться, если вы боитесь, что умрёте. Ну, сейчас мы опять начали о какой-то бредятеле. У вас есть шикарная возможность умереть прямо сейчас. Да. Без прививок. А это по нашему решению не случается. Не случается, но такая шикарная возможность случилась. Шикарно. А вы упираетесь. Всё. Сопротивляетесь. А упираться вы не можете, поэтому сдайтесь. А сдаться вы не можете, поэтому упирайтесь. А упираться вы не можете, сдайтесь. Пока не надоест, как надоело, всё произошло. О, в смысле? Давай. Не можете объяснить? Могу. Я могу всё. Махарши я не понимаю. Кого? Махарши. В смысле? Да. То есть логически я понимаю, потому что не это тело. То, что я ел. Да как это логически? Наоборот, логически ты должен понять, что тело есть. Но это не я. Но это не ты. Вот это уже не логически. Потому что, как говорил Цюртлян, верую, потому что это безумно. Или абсурдно. В общем, как-то так. Всё базируется не на знании, не на логике, а на вере. И вот во что веришь, то и есть. То есть если я перерожду, ты не перерождаешься? Да, будешь перерождаться, да ещё и родишься коровой. Будешь плохо себя вести, если... Поэтому веди себя хорошо, маму с папой слушай, детей нарожай, социальные роли выполни, и тогда в следующей родишься в Сатья-Локе и будешь там абсарой. Ублажать богов. В очень красивых, сексуальных... Чего ты понёс такое? Вы тоже о кино рассказываете? Конечно же кино. Конечно. Вот во что веришь, то и кино. Про этот дьявол зачем вот это? Какой дьявол, если это ваш собственный ум? Конечно. А ум опять же это игра сознания, ну сознание... Да, молодец. Ума, он не собственный и он не умный. И вот... Если стало легче, замечательно. Если просто поболтало и толку от этого никакого, тогда снова напрягайся. Всё хорошо. Ну так вот, можно, да? Конечно. Ну вот, махарджи, махараджи, они вот говорят о том, что нужно упереться, для езды. Потому что это единственный концепт... Не можешь ты упереться. Ну, вообще да. Тем не менее, они так говорят. Ну ладно. То есть, не дало тебе определение, да? Нет, сделать это. Можешь упереться, упрись. Ты опять хочешь об этом поговорить? Толку от этого никакого. Я вот тоже хочу знать, какой толк от этого самостоятельно. Вот я тебе говорю, нету толка. Надо делать. Можешь упереться, упрись. Не можешь упереться, расслабься. Не можешь расслабиться, упрись. У тебя выбора нету, либо это, либо это. То есть, когда он не получится, упереться, это понятно, да? Нет. Я говорю, понимание, это приз для дураков. А ты-то умный. 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 Никак, никак, потому что ты нигде и никто, а все, не можешь. Потому что можешь. Соединяйте противоположности, не давайте этому раздваивать. Противоположности, они соединены, они едины. Это как две стороны одной медали. И да, и нет одновременно. И есть, и нет одновременно. И ты можешь, и не можешь одновременно. Потому что это ты. Ты и можешь, и не можешь. Ты обе стороны. А у нас вот такая идея. Как бы мне залезть на сторону Магу? Ну, вы сразу себя кастрировали напополам. Как только появилась Магу, так появилось время к этому Магу добраться. Если вы соединяете, времени нет, вы в настоящем моменте, сейчас. И все возможности сейчас одновременно возможны. И они, все эти возможности сейчас одновременно вами реализуются. Видите, у вас миллиарды сексиллионов клеток сейчас одновременно такую сложнейшую работу делать, что вы просто бы, если бы когда-нибудь узнали, как это делается, просто бы охренели. Но это делается, и ваш неокортекс, ну, не неокортекс, там есть у меня всякие части, этим всем очень хорошо. Лучше любого суперкомпьютера. Ни у одного суперкомпьютера не хватит всех компьютеров Земли, которые еще построят. У них не хватит обработать ту информацию, которую в вашем теле делают клеточки на уровне молекулярной. Потому что там в 100 какой-то степени больше, чем звезд во Вселенной. Потому что все звезды, это вы. Или нет, я это вот юноша, сижу тут и туплю. Вот это я, вот это точно я. Нет, конечно, это юноша сидит тупит. А во сне я эльф шестого уровня. Ну и понеслось, и еще какие-то варианты. Есть такой фильм «Танец Дели», тоже хороший. Сюда заводят. Его буддист один снял. Еще хороший фильм «Револьвер», туда же. Я твой лучший друг. Без меня ты никто. В башке у вас все время кто-то разговаривает. Как же ты станешь там кем-то? Да. А вот смотрите, тогда будет и тело тоже, например, свое. Это тоже картинка воображения? Конечно. Да, если так? Я говорю, и тело, и мозг, и личность, и субличность, и божественность. И все это все… Это уникальная вот эта система, которая… Да хоть как ее назовите? Хоть уникальной, хоть трижды уникальной, хоть за уникальной. Это все просто эпитеты. Ни о чем, ни про что, никуда. Да. Смотрите, творится же… Не смотрите. А, не смотрите, да? Ага. Откудешься в тишине ума, все окей, все прекрасно. Собственность выбивает по полной. Опять начну. Ну, выбейтесь. Кого выбивает? В каком месте? Ну, опять-таки мысли… Все, это просто у вас мысли, заходят и все. Никакого социума, кроме мысли о социуме, нету. И того значения социума, которое… Вот вы живете в социуме, у вас несчастье, я живу в том же самом социуме, все шикарно. В том же самом. Ну вот, допустим, работа. Потому что если находишь… Я говорю, у меня на работе люди воем воют, зарплаты нету, друг друга все подсиживают. Вот ад адский. Я на работе. Просто счастливое место, прекрасные люди, все шикарно, ни за что платят. Я получаю удовольствие. Сижу среди молодых… Я на филологическом фольк-утильнице. Предай, по-моему. Девицы. Они мне в рот смогут. Я счастлив. А у кого-то это ад адский. А в одном и том же месте. Ад у вас в голове. И социум, и все его проблемы. Там же и Путин, кстати. С «Единой Россией». Сходите, проголосуйте. «Единая Россия» — «Форелла». Ну, рекламная пауза. Или горе у вас в кругу. Так вот и посмотрите, в каком месте у вас горе. Как вы его, из чего вслепляете, при помощи каких мыслей. И в каждую мысль зайдите и увидите, там никого нету. Это просто мысль. В ней нет ни веса. Вы ей вес придадите. А вы взяли плюс на минус поменяли. И вы в раю. Как говорил Лейбнец, великий математик. Мы живем в лучшем из миров. А в каком контексте? В таком, что вы этому контексту создаете контекст. Сейчас, одну секунду. Алло, Алло. Александр Бомбар — Он задавливает в часы treffen в 4 столбkach. Здравствуйте, Hill pilot! У меня смелый математик. В следующие лет, какие нам, Продолжение следует...